всем привет и здравствуйте вы на канале Танюша Груша с вами Таня из Германии очередное видео начинается с этой елки потому что в этом видео я хочу показать не только свою елку но и вышивку где-то вышивка использовалась в качестве новогодней декорации я медленно спускаюсь потому что первая декорация находится именно рядышком и она вот такая вам всем знакомы эти шары от Dimensions так минуточку мне надо спуститься поправить фокус и установить руку так чтобы ничего не дрожало ой так извините пожалуйста вот это сюжеты от Dimensions снеговик Дед Мороз вышивались по набору а мишу медвежонок мишка вышивался по остаткам вот этих наборов мне всего хватило даже еще осталось вот я установила их на подставочки как у МП студии подставочки сделал мне муж я их не красила потому что они находятся под снегом но наверное в следующем году покрашу но у меня такая композиция будет и в следующем году немножко здесь оснежу тоже белым просто здесь осыпалась немножко краска потому что это я покупала в прошлом году с такой же задумкой вот так вот оформить моих медвежат моих шариков сзади я буду делать другую другой фон скорее всего куплю елочки вот потому что я как-то не подрассчитала эти шишек не видно хотя они огромные что у меня здесь находится находятся вот такие вот елочки не тоже светится я сейчас них не включала вот и это фигурка джим шор я покажу вам поближе похвастаться уж то вот такой дедушка мороз на белом медвежонке расписном вот так вот на это покажу это должна быть игрушка но он тяжелый для елки елка точно любая упадет но он хорошо стоит хотя такой же медвежонок продается на подставке такой разукрашенной но очень дорогая на него два раза дороже чем вот эта вот игрушка это было предложение дня на амазоне и он не стоил буквально около 12 евро вместе с доставкой смотрите какой расписной медведь какие колокольчики у него тут на красном ремне дедушка тоже такой расписной с узорами шубки сапоги у него классные маневые лицо доброе борода пушистая одеялко в общем красивая статуэточка это не единственная статуэточка которые покупала в этом году вот я вам еще покажу фокус мне нужно поправлять поэтому прошу прощения вот такой вот дедушка мороз на велосипеде между прочим с мышкой подходит и мне нравится шарф этого прекрасного мишки искусственный снег гирлянда я стараюсь так чтобы найти фонарики просто были направлены вниз и они тогда освещаются таинственно освещают таинственно эти шары вот тоже санночки деревянные игрушки под елкой и следующая игрушка у джим шор я просто сюда поставила потому что она хоть и не тяжелая но я побоялась что моя красавица вот так вот лучше что-нибудь эта игрушка сделать потому что эту игрушку я купила ей в качестве 1 1 рождества вот видите рождество 2019 год это будет теперь ее такая игрушка символ первого ее рождества я надеюсь эта игрушка проживет очень долго и она такая вот рельефная да то есть не плоская очень красивая но это получается у меня с фокусом это самая игрушка которая дорогая самая игрушка которую я покупала джим шор это я взяла за 18 евро я не сдержалась я как увидела и сразу же купила так это что касается зимних шаров от dimensions вот такая вот композиция ну эта композиция вам уже знакома советские малыши на деревяшках я уже заказала книжку автора этих игрушек и там они двусторонние вышиваются на пластике может быть двусторонние ты хорошо но в данную например композиции это было по мне ни к чему ну да как всегда они у меня стоят на таком поролоне или как называется пенопласт вот я просто укрываю снегом и ничего не видно вот так они очень хорошо стоят потому что сам пенопласт легкий ровный все нормально тут написано немецком языке счастливого рождества ну веселого рождества вот и как видите сзади у меня опять же статуэтка джим шор если уж я купила на таком виде транспорте санта клауса как медведь то я не могла оставить это животное единственным и купила я вот такого санта клауса на олени но он плохо стоит за счет того что здесь приподнятый нога оленя ой где фокус вот снимаю одной рукой извините меня пожалуйста потому что здесь нужно на коленках ходить вот в следующем году я не знаю как это буду все декорировать потому что моя дочка буду уже ходить вот надо все повыше устанавливать может быть я и устанавливать ничего не буду поэтому я решила сделать это в этом году так ну вернусь к этой статуэтке вы посмотрите какой расписной олень с какими рогами вообще потрясающий взгляд у него даже мех в ушках какая него грудка ремень какой деда мороза под попой такое одеяло красиво развивающийся сам дедушка такой добренький тоже с такой шубкой узорчатый развиваются у него шапка волосы одеяло развивается в общем классная игрушка тоже должна висеть на елке но нет тяжелая тяжелая продается тоже такая игрушка на подставке там тогда лень действительно хорошо стоит но очень дорого очень это уже я опять купила около 13 евро тоже был именно предложение дня как-то так постараюсь его опять сюда поставить потому что он действительно очень плохо стоит вот стоит у меня тут еще есть такие деревянные олени и сюда я хочу вышить домики вернее хотя бы один домик деревянный от фризелка и получила в подарок все пас подарочки и покупочки за полугодие 2019 года я вам покажу ну а пока композиция такова и вот для шаров я хочу еще такие елки прикупить разного размера такие белые блестящие чтобы ощущался мороз вот этой композиции и тогда на заднем фоне не будет так все скучно вот эти елки продаются на алиэкспресс и можно в германии купить когда все праздники проходят по дешевке но в этот раз я не покупала я покупала все на елку в саму елку мы купили игрушки поэтому да вот и покажу вам сейчас свою типа рукодельную елку у меня здесь будет немножко темновато сейчас я микрофон поправлю подниму его немножко значит это набор от добиться и и я повторила композицию в принципе которую я делала а я не помню когда-то показывала в каких-то своих видео вот такой вот у меня получился снегопад ну там вы видите да две снежинки на одного уровня висят я чего-то не досмотрела без понятия как то я но я была уставшая делала на быструю руку у нас дочка плохо спала зубки режутся и поэтому я как-то не смотрела вот этот когда я подняла уже эту композицию чтобы можно было повесить вот этот бусы серебряные увидела что эти снежинки не так висят но я что-то так не хотела переделывать и в общем опять же я это все оформила на палочку которую почистил от коры мой муж вот попросила его длиннее этой люстры сделать и вот на люстру повесила и общем украшала нас вот такая композиция в таком длинном коридоре как бы вам вот так вот покажу да вот у нас тут длинный коридор и вот так вот и тут можно было еще повесить какую-либо гирлянду светящуюся до чтобы можно было включать но так как здесь маленькая спит я не хотела тут звенеть скажем так табуретками или еще чем-нибудь но надо что-нибудь с пультом купить и украшать но в принципе нам здесь света хватало потому что последующая моя вышивка который украшает украшала мои новогодние праздники это моя панелька я стараюсь поправить фокус потому что здесь блестит все вот такая панелька с игрушечками от dimensions я вышивала вернее вырезала эти домики шила из фетра в общем придумала я это сама домики чисто так нарезала до нашила этот снег окна обшила ниточками ну короче задумка была по моему 2017 году если я не ошибаюсь к новому году вроде бы так она была не полная но не полно выполненная но я частично сделала реализовал эту идею и она в принципе в полном составе украшает дом уже второй сезон новогодних праздников вот так вот скажу вот под этим под этой панелькой находится у меня в конце коридора вот такая композиция сейчас я поправлю микрофон немножко не тут все сверкает все сияет есть честь ничего не включала но я потом вам все покажу вот саночки которые покажут подарил мне 6 декабря мой муж вот тут лежала коробка конфет 6 декабря приходит по-моему николаус вот и дарят сладенькая именно в сапожки на то есть дети ставят в принципе обувь за порог вот или угольки будут или сладости вот такой потрясающую открытку это между прочим открытка была подарена мне моей бывшей коллегой по работе так давайте сейчас поставлю потому что мне нужно фокус поправлять здесь имеется все в общем красивая композиция такая и зайцы и олени и подарки и сам такой санта-клаус классный открытка сама на вот так вот складывается и вот здесь можно все почитать на вообще потрясающе мне очень понравилось тут у меня тоже гирлянда светящиеся в этом фонарике и вот такая вот типа небольшая 90 сантиметров в высоту моя рукодельная елка как всегда в размерах я ошиблась я думала что такого размера принципе елка будет хорошо смотреться здесь но она мелковатая я буду покупать скорее всего метр пятьдесят и возможно все таки не белую хотя у меня была здесь задумка сделать нижний уголок вот но теперь мне хочется иметь здесь камин вернее вот этот вот декоративный камин да саму полку что ли виде камина вот и украшать этот камин по сезону на на вот и хочу рядышком с ним поставить такую елку заснеженного типа в следующем году но это посмотрим на будут ли петь финансы романс или все-таки я смогу себе это позволить это уже зависит от меня вот значит у меня она такая тематическая рукодельная елка но это я буду все разделять я хочу чисто рукодельную елку и тематическая тематическая принципе за счет вот этих вот игрушек вишни любит мой муж на мотоцикле он катается на гитаре он играет вот лисичка моя дочка этой игрушки ручной работы так меня здесь нету меня здесь я только вот вот это вот вышит и типа вот мне напоминает все равно китайский фонарик игрушка такая колокольчик очень большого размера я бы хотела поменьше что-нибудь вот такие вот шары это тоже я вышивала делала так стараюсь фокус поправлять этапу набору кори кому польская фирма у меня еще такой второй шар но немножко с другими мотивами буду продолжать делать у меня еще есть там наборчики они принципе такие примитивные наборы вот все это можно принципе сделать и самой найдя какие-либо схемы в интернете это я например с интернета взяла нашла фотографию мастер-класса пошаговая просто инструкция по фотографиям сделала сама единственное что мне кажется большим этот колокольчик не я думаю что зингана колокольчик намного меньше и выглядит тогда поаккуратнее что касается размеров ну и конечно же это елка для него маловато вот почему я показываю эти игрушки потому что я хочу сейчас дополнить это видео новогодней игрушкой которую я сейчас вышиваю и сборка вот почему-то вот в последнее время вышивка вообще для меня сейчас трудо доступно трудно доступно потому что почему-то я стала к вечеру очень сильно уставать хотя мы с ребенком делаем все то же самое что и до этого но чего-то я все выдохлась хоть мне муж помогает ну да в общем не будем об этом подарки не сверкают я сейчас все включу и постараюсь вам показать всю эту декорацию в полном виде в общем выключила я свет и вот когда вы заходите ко мне домой вы видите сначала снежинки но потом уже всю эту композицию нам тут конечно свет размывает весьма фокус ну да сияние уже не то потому что батарейки садятся уже все темновато но я думаю что сейчас телефон подправить немножечко свет и вот такой вот у меня все получается да вот такой вот вид мне очень хотелось это реализовать у меня получилось между прочим вот этот вот коврик так если вы думаете что это коврик это не коврик это община накидка на плечи вот такая вот накидка из искусственного меха но я покупала ее на свою свадьбу потому что в дании достаточно было холодно фотографии хотелось все таки хорошие иметь но мне не понравилось и вот думала она будет мне лежать в детской коляске но тоже как-то не сошлось вообще-то я не поздно вспомнила что касается коляски хотела что касается вот этой декорации об этом коврике я хотел уже новый коврик покупать а потом вспомнила что у меня есть что-то подобное и при том с такой фактурой но я буду с формой что как раз хорошо то есть потому что здесь коридор там узкий более становится да тут вход в кухню и в другую сторону и справа в зал очень такая у меня находилась красота как по мне вот так вот вышивка у меня украшает украшала мой дом на новый год может быть здесь тоже не хватает от этих гирлянд но за счет это вот дождика она все сверкает и в принципе вот этот белый фильтр он немножко отсвечивает вот на камеру но вы немножко затемненная как бы в живой это все видно четко ясно что это то есть все в порядке так и хочу показать свою грустную историю вот которая опять же в этом году не сложилось так снимаю видео наверное уже прошло два дня после съемки первого включения скажем тогда я показываю вам уже разобранную скажем так композицию того что у меня было на рождество на новый год до сих пор все так находилась просто начали к нам гости приходить 6 и вот да сейчас 11 сейчас 12 число вот с наступающим вас старым новым годом поэтому стол нужно было освободить и я уже не стала эту композицию обновлять потому что тут у нас уже занято пазлом уж занимается вместе со мной он решил нам организовать совместное такое типа рукоделие потому что он играет или играет в компьютерные игры или вяжет крючком хотя это очень редко в данный момент происходит вот и он подумал что пазл особенно с маяком нам поможет провести организовать вернее совместное время и в принципе так и получается я собрала большую часть нижние вот части этого пейзажа а он сейчас собирать небо я в небе вообще не ориентируюсь какой пазл куда ну он как собиратель пазла было уже давненько но любит он это дело имеет свою систему по какой в принципе нас вышивальщики свои секретики всякие там до советики вот и у него тоже такая система сложилась я пока что ее не касаюсь мне нужно чтобы он что-то тут сложил чтоб я могла ориентироваться что куда хоть она вряд ли мне это все получится пару пазлов я еще за это заделаю да поэтому я поставила в принципе композицию как она должна была у меня стоять правда вот это вот дорожка от рико дизайн я вышивала она с двух сторон выше то-то и по всей дорожке идут вот такие вот сердечки сердечки такие вот звездочки только разных размеров вот по всему по всей длине этой дорожки она мне была положена вот таким вот образом да вот то есть с двух сторон была видна это вышивка полностью нам не свисала она мне полностью за прикрывала длину стола вот а это банки у меня здесь стояла 4 банки и только два корсета на них было вот этот вот и с домиками который получил самое больше позитивных отзывов у девчонок делилась а схемами вот я здесь добавляла крейник на елочке вышивала деревца блестящие синей ниткой вот и сверху был обычной белой ниткой бег стич по-моему обычный да вот типа стволы замерзли подо льдом и снег накрыл эти веточки и конечно же елочки меня чтобы поблескивали вот в снег сам я не делала никакие блестящую нитку вот а потом сшивала я блестящей ниткой тоненькой может быть я покажу смогу показать ну вот да вот сшивала сначала вот так вот потом строечная нитка этот фетр белый я довольна в принципе это было трудоемко но я довольна результатом вот такой вот жанлин корсет есть достаточно много по крайней мере я знаю шесть сюжетов вот 4 я даже нет шесть сюжетов да у меня еще есть два зимние птички на ветке и такая вот елочная ветка с подарками только в такой вот цветовой гамме и фокус поправить надо вот и как видите второй корсет у меня план сайте я такая вот я в этом году этот цветок не покупала для украшательств я не знаю почему что-то мне тут подзабыла и здесь я просто сшивала строчным а вот это же мне это строчным швом то есть я уже на вхлёст не вышивала да потому что здесь неровности поэтому как-то не видела смысл она все равно руку все аккуратненько получилось мне нравится и вот так вот я гирляндочка вот это искусственной украсила и почему я в общем из одного набора вышла вот эти два корсета то есть я использовала один пластиковый лист который был вложен в формате а4 да вот почему там просто по набору нужно было еще вырезать круг в этим диаметром до корсета и сшить корсет и дно этот круг то есть получается дно пластиковое пришить вместе но как вы видите я этого не стала делать и хорошо в принципе самого начала не хотела лишнюю работу делать и не напрасно вот гирлянда немножко прикрыла баночку да то есть я смогла те корсеты приподнять эти баночки я покупала в тэдди немецком магазине не были очень дешевые потому что у них дно кривое но я выбрала более-менее но они достаточно хрупкие я думала они лопнут от тепла свечи ну ничего вроде все нормально было хотя и свечи я покупала вот такие вот большие да то есть крупные рискнула в общем но я так больше в следующем году делать не буду я буду ставить их на подвесные шкафы у телевизора которые висят с двух сторон буду на них ставить потому что без баночки достаточно большие и туда я хочу все-таки лампы свечки купить вот эти искусственные или дешние до который там огонек просто там телепается как-то там с пультом вот чтобы было удобно включить и нормально все будет вот такая задумка есть в общем такая у меня приблизительно композиция была на рождество и новый год и вот так вот вышивка украшала мой стол вот хотела показать вам в оформленном виде эту вышивку да то есть куда бы я ее при мастила но меня желание пропало потому что просила я вовочку сделать мне деревянную елку он ее сделал но уже практически ну скажем так уже в рождество и меня уже просто настроение пропало потому что слишком долго я ждала и я хотела с этой вышивкой украсить свои подделочки вот вот этой вот фирмы это битер и вот эти вот елочки они меня еще с прошлого года сделаны вместе с вовочкой я делала вот они красивые очень красивые они сочного цвета как бы вам показать то сочно зеленого цвета красный цвет вот эти звездочки золотые общем я все сделала тут по моему не 24 26 очень красивые я их никуда не вешала как видите петелечки без всяких ниточек без всего без всяких подвесок в общем вот он этот пакетик с сделанными елочками и я просто извините меня пожалуйста я знаю что я обещала показать эту елку но это мужчину попросишь в этот раз так получилось что но у меня желание пропало правда украшать вот этот все потому что это было бы очень много еще работает нужно было еще основу вот эти деревянную покрасить потом вот этими вот как их вот этими вот сбыва как называется гирлянды украсить до подкорректировать и я не захотел это делать буквально на два дня поэтому простите меня пожалуйста что я не могу вам показать то ту задумку которую я уже ношу ну полтора года ношу до полтора года потому что мы где-то в ноябре 2018 года делали эскизы представления покупали материалы но только в этом вот 2019 году к рождеству я получила эту елку я думаю что за счет вышивки многих блогеров ютюберов в ютюбе вот год пройдет то чтобы быстро занята да и я смогу в следующем году все-таки реализовать свою идею как мне хотелось но не в этот раз не сложилось простите елочки и простите мои зрители так ну а сейчас я хочу вам показать обзор набора игрушки от зенгана и показать что у меня из этого получилось так что не переключайтесь досмотрите до конца в этом ролике я хочу открыть этот набор он будет первый набор который я открываю в этом году и я хочу поблагодарить за этот набор мою подругу олеся вышивка большое тебе спасибо она угадала с цветом этого этой игрушки потому что я что-то подобное вышивала подбором то есть брала из интернета схему соответственно сборку инструкцию по сборке было вот и хочу дополнить это скажем так набор что ли вот этой третьей игрушкой хочу посмотреть что здесь как здесь в принципе здесь видно что будут красные и белые нитки бисер белый золотой но я хочу просто посмотреть что это за набор значит похоже открывать нужно здесь я наклейки никакой здесь не вижу мы будем раскрывать потихоньку да здесь zip пакетик зимте за шум я стараюсь сделать это быстро потому что спит моя дочка и пользуюсь моментом я тут на коленках стою приспособилась быстренько называется барбариска м 080 кстати а размер 5 на 5 и 8 хорошо так zip пакетик это очень практично смотрим смотрим ну что такое не хочет меня мирно вот принципе и весь состав набора 1 ага 4 кусочка уже обрезанные такая жесткая канва я думаю тпс такс или еще что-нибудь какого каунта так смотрю смотрю тут инструкция идет и небольшие фотографии по сборке принципе мне эта сборка знакомо я думаю что сложности никаких не будет а вот что это за канва я что-то не могу вычитать емду 14 ли это канва или 16 ах вот для рассеянных канва аида 14 бисер прессиоза бусины малины пнк две иглы схемы инструкции уровень сложности три из четырех ну не знаю вот бисер мне очень нравится этот белым такой перламутровый красивый ровненький пухленький так вот золотой бисер соответственно и две белые бусинки вот такие вот нитки идут такой крученой косичкой вот но я буду вышивать эту игрушку другими ниточками золотыми белый бисер я здесь использует скорее всего не буду давайте сейчас измерим размеры кусочки и я вам покажу ниткой нитку которую я буду вышивать так я вернулась линейкой и ниточкой значит я измеряю 5 на 5 скорее всего до на 5 хорошо и буду вышивать вот такой вот ниткой гютерман вот такая золотая ниточка я не вышивала две свои игрушки покажу вам который результат этой игрушки так что не переключайтесь через секунду я вам все покажу всем привет еще раз это мое последнее включение что касается этой игрушки по набору зингана у меня вот такая вот красненькая была сейчас достаточно темно все спят я закончила сшивать эту игрушку и поняла что буду делать скорее всего еще такую синенькую с таким вот узором которые здесь изображено в принципе сборка этих игрушек очень просто и по сути если вы нашли какую-то игрушку в интернете с инструкцией по фотографиям то вам будет ясно и понятно уже по обложке как эта игрушка собирается шьется и все остальное я здесь в принципе ничего такого не добавляла кроме того что как и говорил самого начала у меня эта игрушка будет золотая то есть белый бисер белую бусину мне не будет содействованы и покажу вам что у меня получилось вот я хорошо набила эту игрушку по крайней мере так чтобы она не выглядела подушкой да и в то же время не была помятой вот это моя бусинка красненькая такая перламутровая бисер я здесь добавляла конечно же свой потому что мне бы не хватило то что было вложено в набор поэтому и конечно мой отличается бисер но я смешивала да то есть тот который был предложен наборе то есть вот это он вот вышивки это что у меня было немножко было темнее но это в принципе было не критично внизу я сделала вместо кисточки вот такой вот подвесочки которые в принципе выявители на моих предыдущих сама сшитых игрушек новогодние тоже красные расцветки вот в следующий раз я хочу сделать скорее всего синюю и буду делать в следующий раз типа следующий раз это не скором времени когда у меня будет из какого-то набора меняться темно-синяя канва на какую-нибудь лен но другой основы то буду конечно использовать темно-синюю канву вот надо будет еще приобрести для таких игрушек зеленую канву хотелось бы тоже но посмотрим да я разберусь сначала с темно-синими а потом уже будем что-то делать значит колокольчик я не знаю буду ли я повторять или нет потому что это достаточно трудоемкая работая хоть и выглядит очень хорошо колокольчик но мне показалось что он достаточно крупный а здесь игрушка очень маленькая получилась аккуратненько ну по моему чуть меньше чем мой фонарик вот и сейчас вам покажу как это выглядит на елке елку я уже постепенно убираю то есть игрушки вот сейчас она у меня светится последние деньки вот я вам сейчас покажу не знаю будет ли видно или нет может быть придется все включать весь свет но я решила сейчас снять видео чтобы можно было уже закрыть скажем так эту историю и больше не показывает свою новогоднюю елку типа в начале февраля да вот меня как-то не получается снимать видео с маленьким ребенком то общем да чё говорить как получается так получается вот так что вот такая вот игрушечка я думаю ничем не хуже представлены на обложке единственное что мне здесь нету белого цвета я и не хотел поэтому да хотя очень хорошо смотрится вот может быть повторю красные игрушки и будут вышивать или серебряными или белыми нитками с белым бисером посмотрим вот давайте посмотрим как она будет выглядеть на елочке моя елочка горит сверкает вот я включила везде свет и вот так вот игрушка выглядит достаточно аккуратная именно небольшая не маленькая вот подвесочки наверное можно было покороче сделать не знаю может быть я действительно уберу посмотрим но мне понравилось на елочке смотрится очень хорошо я думаю что если будет таких несколько штук на рукодельной елки вот то будет просто замечательно так что она поблескивает очень хорошо блестит вот это вот ниточка за счет бисера вот за счет электрического света но очень хорошо блестит вы знаете даже если подружки сделать такой подарок на новый год если вы любите такие вот подарки делать да своими руками то просто замечательная будет вещичка я могу вам сказать и расцветку можно здесь менять то есть сделать и зеленый и синий в общем будет потрясающее между прочим рукодельная подделочка своими руками вот так что на этом моя история с елочкой заканчиваются очень хочется в течение 2020 года увеличить количество таких вот игрушек но я им да вообще рукодельных игрушек и буду создавать все таки свою рукодельную елку побольше вот поактивнее чего и вам желаю на этом все я с вами прощаюсь желаю вам любви и удачи красоты прекрасного года который только что начался и конечно же оставайтесь креативными всем пока